Как вы оцениваете заявку Украины в НАТО с точки зрения подушки безопасности в таком смысле? Как принятие Украины в НАТО в момент, когда ВСУ полностью освободит территорию Украины от российских вооруженных сил, чем обезопасить себя от повторных попыток России захватить территорию Украины? Да, как подушка безопасности, да, вполне возможно. Я, кстати, говорил уже в предыдущих видео о том, что вот эта заявка, лежащая на столе, официальная заявка от Украины, до саммита июньского, по-моему, в июне будет саммит проходить НАТО, вот она до саммита будет являться подушкой безопасности в том плане, что если Россия будет пытаться применить оружие массового поражения, заметьте, я говорю, не ядерного, а оружия массового поражения, то есть любой вид оружия, бактериологическое, химическое, ядерное, вот, то Соединенные Штаты или, допустим, другие страны, члены НАТО могут дать ход этой заявке, то есть она может быть принята в экстренном порядке, к рассмотрению и вполне возможно, что, ну, может быть, не реализация этой заявки, а предоставление, допустим, нам статуса кандидата в члены НАТО. И это будет сделано таким образом, что нападение на Украину будет, оружие массового поражения будет воспринято НАТО, как нападение на будущего кандидата в члены НАТО. Так что в качестве подушки безопасности оцениваю этот момент положительно. Вот. В качестве перспективы, ну, у меня на этот счет довольно скептическая позиция в том плане, что мы для НАТО щит безопасности. И НАТО выгоднее, намного выгоднее иметь сильную Украину, сильной армией, боеспособной армией, которая будет стоять на страже безопасности НАТО в Европе и сдерживать вот эту милитаристскую военную машину Российской Федерации. Сначала мы ее разгромим очень сильно, а потом будем стоять на страже, чтобы она не возрождалась и не усиливалась. А вот ядерное оружие, как я неоднократно говорил, и я думаю, что именно коллективный Запад это и хочет во главе с США, а вот ядерную дубину у России надо забрать.